МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР, КАК САХАРНАЯ ВАТА Едва ли найдется человек, ничего не знающий о весьма необычном лакомстве, как сахарная вата. Для тех, кто все же не знает, что это такое, я вкратце расскажу. В специальный аппарат засыпается белый сахар, и после некоторой механической манипуляции на его рабочей поверхности образуется тонкая сахарная паутина, которую продавец наматывает на палочку до тех пор, пока не образуется большой, как бы ватный, невесомый сладкий шар. Ребенок, в виде столь объемного лакомства, превышающего размер его собственной головы, счастлив. Но первый раз укусив это лакомство, он с удивлением обнаруживает, что во рту почти ничего нет. Сахарная вата мгновенно тает на языке, превращаясь в небольшое количество сладкого сиропа. Продавец при этом счастлив не меньше самого ребенка. Едва ли найдется способ так выгодно продавать обычный сахар. Затраты минимальные, прибыль максимальная, а в итоге сахарная иллюзия, которой невозможно насытиться. Если скомкать этот сахарный шар руками, то получится очень маленький и сладкий шарик. Нужно отдать должное гениальным разработчикам этого аппарата. Продавая лакомство, на изготовление которого затрачено всего несколько грамм сахара, по цене килограмма этого сахара, продавцы всего мира неплохо зарабатывают. На чём? На иллюзии. Как говорится, в этом мире ничто не ново. Материальный мир устроен точно так же. Нам, обусловленным душам, кажется, что мы находимся в пространстве, преисполненном великого многообразия. Сколько всего окружает нас? Звезды, небо, моря и океаны, горы и леса. Семья, друзья, репутация, деньги, дом, множество предметов и т.д. Мы пользуемся этим миром, пытаясь наслаждаться, не понимая, что, по сути, всё это лишь раздутый мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент. Материальный мир – такая же воздушная иллюзия, как сахарная вата. Он может занимать в нашем сознании огромное пространство, но, в сущности, иметь размер не больше атома. В Шримад-Бхагаватам, древнейшем ведическом писании, говорится, что в масштабах всего мироздания наша вселенная – просто пылинка. При этом нам кажется, что всё окружающее нас имеет особую значимость, и самой значимой фигурой на фоне мироздания являюсь я. Иллюзорная энергия Господа, верная Его служанка, Майя, так умело создаёт этот обман, что до последней секунды нашего земного существования мы хватаемся за окружающий мир, пытаясь удержать его сначала грубыми чувствами, а затем тонкими. Но разве можно схватить своё отражение в зеркале? Разве может человек остановить стихийное бедствие – торнадо, цунами или исходящую с гор лавина? Нет, процесс уже запущен, и его нельзя повернуть вспять. Образы материального мира проявляются какое-то время, существуют и затем исчезают, превращаясь в изначальную, бесформенную массу . Создавая многочисленные иллюзорные объекты, мы пытаемся наслаждать свои чувства и жадно стяжаем эти гигантские сахарные шары, но никогда не бываем окончательно удовлетворены. Как малые дети, мы радуемся новым приобретением, но спустя короткое время не остаётся и следа от прошлого восторга. Если максимально ускорить ход времени и посмотреть на мир как бы со стороны, то мы увидим, как быстро он меняется. Мир буквально течёт. Есть ли у воды форма? Нет, но если воду налить в сосуд, то она послушно примет форму сосуда. До тех пор, пока сосуд цел, вода имеет форму, но если разбить сосуд, вода снова станет бесформенной. Когда разбиваются наши иллюзии, все созданные нами формы исчезают. Точнее сказать, превращаются в бесформенный строительный материал. Некую однородную атомную массу. Насколько же реален этот мир? И что удерживает все эти материальные формы? Философ Гераклит 554-й, 483-й год до нашей эры, сказал «всё течёт, всё изменяется». И это не вызывает возражений. Если направить видеокамеру на какой-либо объект и непрерывно снимать на протяжении миллионов лет, а затем в ускоренном режиме промотать плёнку, то мы увидим, как материальный предмет буквально превращается в пыль. Да, всё течёт и меняется. Кроме души. Именно она – неизменная, вечная, и есть тот самый свидетель внешних перемен. Душа и есть та самая ось, на которую хитрый продавец иллюзии, майя, наматывает эту сладкую вату, насытиться которой просто невозможно. Однако главной осью во всём творении, вокруг которой вращаемся мы, вечные души, вместе со своими идеями, устремлениями и иллюзиями, а также всё мыслимое и немыслимое, что есть на свете, является Верховный Господь. Тот, чьи деяния непостижимы, чья красота затмевает миллионы богов любви. Он – средоточие всей сладости истинного счастья и блаженства. Он – Господь Хари, Верховная Личность Бога, олицетворение милости и справедливости. Обладатель всей силы, богатства, аскетизма, славы, красоты и отрешенности. Носитель неисчислимых качеств и удивительных атрибутов. Господь, который создаёт, поддерживает и разрушает бесчисленные материальные вселенные. Господь, который пронизывает собой всё и всегда наслаждается жизнью в своей вечной, прекрасной обители духовного мира, Галокия Вриндавани. Сосредоточив свои мысли на лотосных стопах Господа Шри Кришна, искренне служа Ему и Его верным слугам, мы избавимся от своих иллюзий и, оставив этот бренный мир, раздутый нашим умом, получим возможность вернуться туда, где наш истинный дом. Там счастье неиллюзорно, там нет обманщиков и стяжателей славы. Там не завидуют, и всё внимание, любовь и заботу дарят только Ему, прекрасному юноше, пасущему коров на зелёных лугах в окружении самых близких друзей и подружек. Простому, счастливому и вечному другу всех живых существ Шри Кришне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова